Не забудь подписаться, и тебя ждут самые мудрые и духовные книги лучших авторов и дикторов русского интернета каждый день. А сейчас пристёгивайся, садись поудобнее, и мы начинаем. Сегодня вечером я уезжаю. Хочу посетить другие места и других учителей. Но я бы хотел получить от вас наставление. Ты хочешь получить наставление, но не хочешь остаться на сатсанге и услышать их. Ты собираешься уехать. Так что лучше тебе продолжить свой поиск. Может быть, через 80 лет ты устанешь. Почему бы тебе не вернуться в 2075 году? А до того времени посещай все эти места и чёрные дыры. Пожалуйста, встряхните меня и разбудите. Я хочу найти то, что я ищу. Тебе уже встряхнули. И поэтому ты здесь. Больше тебе ничего не нужно. Для того, чтобы прийти на сатсанг, ты должен был получить встряску. А потом тебе уже ничего делать не нужно. Тебя вытряхнули из предыдущих обстоятельств, и теперь ты следуешь и стремишься к чему-то. Я обещаю, что ты будешь это иметь. Вы можете сказать мне что-нибудь о свободе? Вначале стань свободным, а затем уже войди в мир. И ты никогда не будешь несчастен. Первостепенное должно стоять на первом месте. Что касается тебя, то поскольку ты уже находишься в пожилом возрасте, с тобой этого не произошло. Если ты прежде всего обретешь свободу, то ты останешься молодым и энергичным. И ты никому не наскучишь, так же, как и тебе никто не надоест. Ведь ты увидел красоту внутри. Сейчас ты находишься здесь. Прошлое прошло. Ты пребываешь на поле красоты, поскольку сейчас ты обнаружил, что свобода – это самое прекрасное, что дает жизнь, и к чему следует стремиться. Прошлое осталось в прошлом. Пусть оно тебя не беспокоит. Сейчас будь здесь, на сатсанге, и ты увидишь, как каждая клеточка твоего тела будет обновляться. Ты увидишь красоту, как внутри своего сердца, так и снаружи. Я счастлив, что ты находишься здесь. И я надеюсь, что ты еще останешься на какое-то время. Моя девушка, с которой нас соединяют сильные взаимные чувства, хочет, чтобы я поехал в Европу и получил консультации по психологии взаимоотношений. Я бы хотел услышать ваше мнение на этот счет. Люди, которые дают эти консультации, сами имеют массу проблем. Как они могут помочь тебе? Скажи ей, чтобы она приехала в Индию и посетила сатсанг. Сатсанг – это лучшая консультация. Благодарю вас за бесценный дар вашего присутствия. У меня очень часто бывают очень живые сновидения о сатсанге и других вещах. Эти сновидения – не сновидения. Они реальнее, чем реальность. Если серьезно и искренне стремишься к чему-либо, ты увидишь, что даже сновидения будут реальными. И тебе будет сниться то, чем ты был занят в бодрствующем состоянии. В большей или меньшей степени это является проекцией состояния бодрствования в сновидении. Однако то, что происходит с тобой, это не сновидение, а видение. И эти видения лучше, чем переживание о состоянии бодрствования. Это указывает на очень глубокое намерение достичь осознания своего собственного «я». То же происходит и со всеми здесь присутствующими, независимо от того, знают они об этом или нет. Однажды ты узнаешь, кто привел тебя сюда. Ты узнаешь, кто является твоим наставником. И кто заставил тебя явиться сюда и присутствовать на сатсанге. Ты узнаешь это. Какая разница между сатсангом и психотерапией? Психотерапия – это машина, которая производит деньги. Сатсанг просто дает свободу и не производит денег. Он предназначен для достижения покоя ума, а не для того, чтобы беспокоить твой ум. Он дает покоя любовь. Психотерапия же может ввести в сильное замешательство. Если ты пойдешь к обычному психотерапевту, он просто вернет тебя в прошлое и там на веки оставит. На сатсанге мы не занимаемся разрыванием могил. Мы обретаем понимание того, кем мы являемся и того, что у нас нет никакого заболевания. Большинство психотерапевтов постоят перед тобой в течение часа, возьмут с тебя 100 долларов, а затем уйдут. Сангуру же находится с тобой вечно. Вот в этом и заключается разница. Я не чувствую удовлетворения. Я не свободна. Что собой представляет эта неудовлетворенность? Мысли, сомнения. Где гнездятся эти сомнения? Если в голове, то отруби голову. Если в носу, удали нос. Это учение семилетней девочки из Варанаси. Ее звали Камали. Ее отцом был святой Кабир. Кабир давал сатсанг, и на нем присутствовало много людей. Камали спросил отца, «Почему столько людей пришли к тебе так рано, в 4 часа утра?» Он ответил, «Они пришли за свободой истиной, для того, чтобы стать просветленными. «Зачем вы еще не приходили так рано, в зимнее утро, когда на улице так холодно?» «Папа, 500 человек пришли за свободой, и для того, чтобы посетить сатсанг? Я не верю этому, они, должно быть, пришли за чем-то еще». Затем девочка ушла и занялась своими играми. Однако на следующее утро она встала у ворот, и всем, кто приходил к ним, она говорила, что ее отец собирается провести собеседование с каждым человеком, прежде чем допустит его на сатсанг. Она сказала им, что они должны положить голову на бревно, а она отсечет ее и отнесет показать своему отцу. Если он даст согласие, этот человек будет допущен на сатсанг. Она заверила каждого, что топор, который находится в ее руке, очень острый, и что они не ощутят никакой боли, когда она быстро обделит голову от туловища. Первая группа прибывших сказала, «Мы находимся здесь по той причине, что нам предстоит судебное разбирательство, и мы хотели бы получить благословение твоего отца. Но мы уже коснулись его ворот и таким образом получили его благословение, так что теперь мы можем идти в суд». Вторые сказали, «Наш сын очень болен, и мы пришли увидеть твоего отца, чтобы получить его благословение. Тогда наш сын не умрет». Следующие сказали, «Мы пришли не на сатсанг. Мы хотим получить благословение для своей дочери, которая выходит замуж. Мы лишь выразим свое почтение твоему отцу этих ворот и уйдем. А завтра мы явимся на сатсанг». Все эти люди, а также многие другие, имели свои причины. Два часа спустя отец девочки вышел из пустого зала для проведения сатсанга. Хотя было шесть часов, никого из посетителей не было видно. Только его дочь стояла с топором в руке. «Папа же, я говорила тебе, что никто не приходит за свободой», сказала она. «Зачем ты попросту тратишь свое время? Ты даешь ежедневно сатсанг с четырех до восьми часов утра, а затем ты идешь и даешь сатсанг в других местах и через десять дней возвращаешься. Ты даже не даешь нам своей любви. Зачем ты растрачиваешь свое время? Сегодня у всех были какие-то другие интересы». так что если ты хочешь встретиться со святым, ты должна удалить свою голову, и тогда он станет говорить с тобой. Твои сомнения гнездятся лишь у тебя в голове, и когда ты избавляешься от нее, ты становишься неподвластной сомнению. Ты свободна. если ты понимаешь это, ты не будешь питать никаких сомнений. Сейчас ты пребываешь в сомнениях? Да. Тогда выйди и отруби себе голову. Но папа Дж, иногда что ты подразумеваешь под иногда? Какой учитель обучал тебя такой плохой грамматике? Здесь класс другого рода, в нем нет учителя. Этот учитель не имеет языка, с помощью которого он бы обращался к ученикам. А у учеников нет голов, с помощью которых они бы понимали. Вот какой здесь класс. Так что если у тебя есть голова, тебе нужно найти какое-нибудь другое место. Какую-нибудь бойню, где отрубают голову. Эго это голова, понимаешь? его следует отнести на бойню. Они позаботятся о нем. Мне не нужны головы, мне нужны сердца. Здесь головы не нужны. Но существует множество учреждений, нуждающихся только в голове. Избавься от своей головы, а затем уже говори. и тогда впервые твое сердце заговорит на языке любви. Позволь своему сердцу говорить. Ты всегда говорила из головы, так что отруби ее, как говорит Камали. Эта девочка знала, как нужно приходить на сатсанг. На сатсанге запрещены все эти я, ты и она. Сейчас ты готова к тому, чтобы встретиться с истиной лицом к лицу. В этом и заключается значение сатсанга. Ты обращена лицом к истине, свободе. Кто может убить тебя? Ты боишься своего собственного я, и ты зависишь от я других. Ты слишком вовлекаешься в дела, которые непостоянны. И теперь ты не можешь спасти свою жизнь. Миллионы раз ты рождалась, и миллионы раз ты умирала. Так что вкус смерти ты знаешь. Очень хорошо. Теперь настало время узнать, как жить. Это так легко всегда пребывать в блаженстве. но ты желаешь смерти. Этот чудесный сад любви и красоты ты превратила в бойню. «Останови мгновение и постарайся увидеть, кто ты такая. Ты ни разу не дала время своему собственному я раскрыться в тебе, расцеловать и обнять тебя. мгновение». Миллионы лет ты пыталась пользоваться своей головой. Теперь дай наконец время своему сердцу. Сохраняй безмолвие. Просто пребывай в безмолвии. Если ты будешь сохранять безмолвие, твое собственное я явится и обнимет и расцелует тебя. дай время своему собственному я. Сатсанг с вами дает такое опьяняющее ощущение. Я пришел к вам, чтобы заново обнаружить то, что всегда находится здесь и навечно остаться в я. Обычно тебе приходится тратить вымут денег на эти опьяняющие вещества. Как ты достиг опьянения здесь? Ваше присутствие лучше спиртное. Обычно лучшим опьяняющим средством является виски. Но его действие длится всего три часа. и все твои деньги уплывают. И это же опьяняющее средство с каждым мгновением становится все более интенсивным. Это не тот интоксикант, действие которого прекратится через три часа. Ты должен найти знаменитую марку, и тогда одной рюмки тебе хватит на всю жизнь. и этот напиток никогда не испарится. Очень мало кто из людей пил это вино, ибо они не могут заплатить нужную цену. Ты можешь сказать, что цена очень велика, и ты можешь сказать, что цены вообще никакой нет. тебе нужно лишь сохранять безмолвие и это опьяняющее средство твое. Просто сохраняй безмолвие. когда опьянение зависит от кого-то другого, ты просто себя обманываешь, ты себя дурачишь. Ни одно хорошее опьяняющее средство не может быть получено из какого-либо источника кроме твоего я. Никто не даст тебе счастья, никто не даст тебе покой. Ты сам можешь это обнаружить. Лишь он в состоянии замешательства будет думать, что счастье можно обрести где-то еще. Эта любовь и эта красота возникнут тогда, когда ты всего на одно мгновение станешь безмолвным. И тогда ты достигнешь всего. Похоже, ты уже вкусил это, иначе ты бы так не светился. Окей, я очень счастлив встречи с тобой. Я люблю просто сидеть здесь с вами в покое без какой-либо цели. тот, кто сидит передо мной без какой-либо цели, получает все. И это же обещает эпох. Когда преданный явится ко мне и попросит что-либо, я в то же мгновение дам ему все, будь это ребенок, долгая жизнь, хорошая жена или муж, или что-либо еще. Но у Бога, как и у других, есть страх. Он говорит, «Я боюсь человека, который ничего не просит, ибо я обязан обеспечивать этого человека всем, и я должен следовать за ним подобно тени. Того, кто не имеет желаний, я обеспечиваю всем в то же мгновение, когда возникает потребность, так что я привязан к этому человеку». Так и с человеком, который приходит на сатсанг, не имея желаний. Ему дается все, даже если он не просит. «Нет ничего, чего бы тебе не доставало». «Прибывай в уверенности, что обретешь все, в чем когда-либо испытывал потребность». «Папа, джи, мне бы хотелось получить новое имя». «Вначале я раскрою тебе его значение. Когда ты складываешь ладони вместе в форме чаши и протягиваешь эти пустые руки, бриллиант упадет в них сам по себе. Этот бриллиант знание об истинном «я», и он падает сам по себе. Но в твоем уме содержится много слоев отвлечения, за которые цепляются твои руки. Эти слои являются твоими желаниями. Человек, приходящий на сатсанг, отворачивает свой ум от желаний и обращает его к своему «я». Это автоматически происходит на сатсанг. Тогда эта чаша готова к принятию. Бриллиант падает, и происходит самореализация. «Я» раскрывает себя себе. Это положение открытых ладоней, сложенных в форме чаши, называется «Анджели». Ты можешь вместить в себя знание о своем «Я», ибо твое сердце открыто к получению этого знания. Эта история из Упанишата. Когда один человек получил освобождение, его спросили, как он этого достиг. Он сказал, «Это было так, как будто ягода крыжовника или омлаки упала мне в Эванджели. Я ничего для этого не делал. Она просто упала с дерева сатсанга». Это случится, если ты будешь стоять под деревом амлаки, а не под каким-либо другим деревом. Имена, которые вы получаете на сатсанге, это имена любви и красоты. И те, кто использует эти имена, тонут в любви, красоте и милости. Даже тот, кто назовет тебя по имени, получает пользу. Имя должно быть таким, чтобы все получали от него наслаждение. Если ты произносишь имя радости, ты становишься радостным. имена представляют новую линию. Из страдания рождается страдание, и многие из ваших имен содержат это страдание. Но теперь ты принадлежишь совсем другой атмосфере, и твое новое имя является ее частью. Это часть начала новой жизни, свежей и свободной от прошлого. Папа же, должен ли человек созреть подобно плоду на дереве, а затем быть съеденным просветленным существом? нет никакого плода, который должен созреть, никакого дерева и никакого леса. Надежды также нет, но ты должен верить в это. Ничего никогда не существовало. плоды упадут, так что не сиди на ветке дерева. Отбрось эту привычку падать. Раньше я очень сильно ощущала себя упавшим фруктом. Первые 17 лет моей жизни были подобны аду. Очень мало кто из людей возвращается из ада. Но я знаю одного человека, который отправился туда. Он был очень хорошим человеком, и на его счету не было никаких грехов. Кроме того, что он однажды преградил путь армии оккупантов, будучи вооруженным одним копьем, и нечаянно проткнул глаз ящерицы. Когда же он после смерти пристал перед судьей, было решено, что он должен отправиться на небеса и наслаждаться ими в течение миллиона лет. Однако, поскольку он травмировал ящерицу, которой пришлось остаток жизни прожить слепой, он должен был по пути на небеса пройти через ад, пробыв там несколько секунд. И вот, проходя через небеса, он спросил охранников, почему все эти люди смеются и танцуют. «Они ответили, за один грех их помещают в огонь. Но в отличие от земного огня, который поглощает свою жертву раз и навсегда, здешние костры особенны, и как только ты умираешь от огня, ты тут же рождаешься вновь, и вновь тебя бросают в огонь. Так будет продолжаться миллиона лет, ведь это ад. Но они счастливы от того, что ты находишься здесь. Благодаря присутствию такого хорошего существа, как ты, весь ад очень счастлив. Тогда сказал тот человек, я не хочу отправляться на небеса, я хочу остаться здесь, в аду. Если мое присутствие может сделать их счастливыми, я стою здесь. Охранники пошли к судье и спросили, что им делать. Судья сказал, что этот человек может остаться, если он действительно этого хочет, но он не должен никому об этом говорить. А в это время у людей, находящихся на небесах, начались проблемы. Ведь хотя они и наслаждались небесами, они наслаждались лишь объектами чувств. Каким-то образом они прознали о существовании в аду сатсанга и один за одним начали направляться туда. И вот теперь там их уже около двухсот тридцати человек. И вот теперь никто не идет на так называемые небеса. Все отправляются в этот ад. Для меня было огромным благословением встречаться с такими людьми, как Мать Мира, Аммачи, его святейшество Далай-Лама и Тик Натхан. Я так благодарен вам за ваше присутствие на этой планете. Я кланяюсь вам в ноги. Они дали тебе свои благословения и вот ты здесь. Именно благословение Бога и множество святых и мудрецов дало тебе возможность явиться на сатсанг. Именно на сатсанге ты познаешь свое я. Будь терпелив и не убегай, пока ты не достигнешь цели. Будда был моим первым гуру, и моя связь с ним на уровне сердца настолько сильна, что я чувствую, должно быть, я уже знал его раньше. Вас я тоже узнаю, будто я знал вас все время. Ты должен был знать Будду раньше. Мы встречались со всеми множество раз. Это не первый раз. Ты можешь записать эту дату 1 апреля 1994 года около 11 30 утра. Мы встретимся снова в это же время. И мы встречались в этот самый день миллионы раз. Но большинство людей этого не помнят. Очень немногие помнят данное событие и понимают, что это будет продолжаться и впредь, если они не примут решение покончить с этим бесконечным процессом. Даже Будда прожил миллионы жизней в разных местах и в разных обликах. Но он знал это. И ему сказали, что когда он будет принцем царства Шакья, а его имя будет Амитабха Гаутама, это будет его последней жизнью. Все мы встречались друг с другом во многих воплощениях. И вот сейчас мы здесь. Цель нашей встречи здесь состоит в том, чтобы больше не появляться, как это сделал сам Будда. То, что он сделал, было таким простым. Он просто сидел под деревом бодхи, не говоря ни слова, и все закончилось. Он сделал это, и мы также можем сделать это. У меня в уме всплывает одна история, и я расскажу ее тебе. Это история Рамаяны, произошедшая около семи тысяч лет назад и повествующая о воплощении Бога в облике Рамы. Между мудрецами и и асурами или демонами развернулась война. Демоны похитили жену Рамы. И короче говоря, Рама убил демона и вернул свою жену. И вот теперь они должны были сидеть на троне и должна была состояться церемония коронации. Рама отправил послание своему гуру с приглашением явиться в дворец и совершить необходимые буджи с тем, чтобы он мог восседать на троне уже с благословением мастера. Он послал своего брата Лакшмана на самом быстром коне гуру, велев ему отвезти учителю кольцо и попросить его провести церемонию. И Лакшман отправился в лесной ашрам гуру Рамы и сказал ему «Я Лакшман брат Рамы. Мы благополучно вернулись с юга и на следующей неделе должна состояться церемония коронации, которую Рама просит тебя провести и он передает тебе свое кольцо. Нужно сказать, что царское кольцо обладает такой ценностью, что во всей стране нет ему равных. Оно украшено особыми бриллиантами, которые больше нигде не найти». Лакшман протянул кольцо гуру, но тот сказал «Я сейчас занят приготовлением риса. Пойди в мою хижину и положи кольцо в глиняный горшок». Лакшман вошел в хижину и опустил кольцо в горшок. Но когда кольцо упало, послышался необычный звук. Ему стало очень интересно, что же такое находится в горшке. И к тому же он почувствовал, что поступил неверно, бросив кольцо в простой горшок из глины. Он перевернул горшок вверх дном, и из него посыпалось множество колец, похожих на то, которое он бросил только что. «Как это может быть?» думал он. «Здесь так много колец, что я не могу сосчитать их, не говоря уже о том, чтобы найти то, которое я бросил». Он вышел из хижины и спросил, «Пожалуйста, скажите мне, кто положил все эти кольца в этот горшок?» Очень серьезно и даже сурово Васиштха сказал, «Лакшман, и это сделал ты». «Разве это возможно?» «Я пришел сюда впервые», воскликнул Лакшман. «Нет, ты приезжал сюда вверху много раз и каждый раз просил меня явиться на церемонию, а я каждый раз говорил тебе, чтобы ты бросил кольцо в горшок. И это будет продолжаться снова и снова, пока ты не сойдешь с лошади и не устранишь свою гордость. «А затем ты должен остаться со мной, и я научу тебя кое-чему, и ты больше не появишься здесь», ответил Васиштха. «И так мы будем продолжать появляться здесь, если не устраним свою гордость и не перестанем отождествлять себя с какой-либо формой или именем. А когда у вас не будет никакой формы и никакого имени, вы осознаете, что ни разу не приходили сюда раньше, и даже в этот раз. Вот в чем красота учения. Истина заключается в том, что ничего никогда не существовало. Я только что приехал из Бодхгайи, и меня переполняют буддийские идеи о заслугах и карме. Но все кажется таким бессмысленным и не имеющим отношения к свободе, если ничего никогда не существовало. Это вовсе не бессмысленно. В действительности в этом заложен глубокий смысл. без хорошей кармы ты бы никогда не попал сюда или в Бодхгайю. Очень немногие люди имеют заслуги для того, чтобы попасть на сатсанг. Требуется огромное количество заслуг, чтобы оказаться здесь. И именно поэтому ты сюда и попал. Ты обретешь свободу, когда пробьет твой час начертанной судьбой, как это и было в случае с Буддой. Сила твоих заслуг будет такой мощной, что свобода явится к тебе, даже если ты попытаешься отказаться от нее. Если тебе предначертано быть свободным, обстоятельства сложатся таким образом, что ты не сможешь уехать отсюда, даже если будешь предпринимать попытки к этому. Папа Джи, Ананда как-то сказал Будде, облагораживающая дружба это половина святой жизни. На что Будда ответил, иметь облагораживающие отношения благородных друзей и союзников это все составляющие жизни святого. Папа Джи, общение с вами обогатило меня как ничто другое за 39 лет. Спасибо вам за то, что вы находитесь здесь, когда вы могли точно так же находиться в горах, наслаждаясь прохладой. Кабир также говорил об облагораживающем общении с учителем. Мне придется разжевелить свою память, так как она уже старая и не хочет служить мне. Если ты общаешься со святым всего одно мгновение, грехи твои, которые ты совершал в предыдущих поколениях, исчезнут без следа, и тебе не нужно будет вновь появляться здесь. Я не хочу жить ради того, чтобы только состариться и умереть. Я хочу быть свободной от этого. Сатсанг это нечто вроде салона красоты, где тебе устраняют морщины. И он покажет тебе твое истинное лицо. Здесь цена не девятьсот пятьдесят рупий. здесь цена заключается в том, чтобы не размышлять. Эту цену может заплатить любой. Если ты не размышляешь, то скажешь мне, как ты можешь быть красивой. Стисни зубы и сожми кулаки в решимости и соверши прыжок в свое собственное озеро Манасаравар. Мне кажется, что с тех пор, как я приехала сюда, я больше не чувствую себя такой же счастливой, как раньше. Хотя мне доставляет удовольствие находиться в этой прекрасной санге. Что со мной происходит? То счастье, которое ты испытывала до приезда в Лакнау, вероятно, было счастьем созданным умом и основанным на каком-либо человеке или людях или объектах, которые возвращали тебе это счастье. Может быть, твои собственные концепции давали тебе ощущение самодостаточности. И это несчастье. Истинное счастье описать невозможно. если ты можешь описать его или его источник, то это лишь ментальный полет фантазии, имеющий цель обрести или достичь чего-либо. Счастье не может исходить от другого человека, даже если это святой или мудрец. Счастье исходит изнутри, о счастье не расскажешь. Ты даже не можешь обрести счастье на сатсанге, ибо оно всегда внутри тебя. Ты явилась на сатсанг, и тебе говорят хранить молчание и ни о чем не думать, в том числе о своем собственном теле, уме, эго и деятельности чувств. Тогда ты можешь пребывать в безмолвии и покое. Здесь ты обучаешься молчанию, тому, чтобы не позволять мыслям возникать в своем уме. И тогда ты обретаешь неописуемое счастье, и внутреннее состояние отражается на твоем лице. Когда ты будешь счастлива, твое лицо изменится полностью, и каждый, кто будет смотреть на него, наполнится счастьем. Эта пробуждающаяся печаль является хорошим знаком. Она покоилась в глубине твоего сердца и за все твои жизни непрестанно накапливалась. печаль стала одним целым с твоим телом. Она едина с ним. Подобно тому, как пыль собирается на дне стакана с водой, так и твоя печаль накапливается в сердце, как следствие неверного поведения и неверных действий. Причина того, что ты сейчас ощущаешь эту печаль, состоит в том, что сатсанг расшевелил ее и поднял на поверхность, откуда ее можно устранить. Ум каждого присутствующего на сатсанге подвергается стрессу, а то, что годами оставалось незамеченным, поднимается на поверхность. Но печаль не может долго оставаться на сатсанге, и поэтому она растворяется. В действительности именно страдание и печаль привели тебя сюда, так что ты должна быть благодарным за это. Как только ты познаешь свое собственное я, эта печаль больше не будет для тебя проблемой. Ты можешь чувствовать себя несчастной, но на самом деле тебе невероятно повезло. Скоро прошлое не будет больше оказывать на тебя воздействия, и весь этот груз, который ты носила, не будет иметь для тебя никакого значения. Ты будешь знать только сейчас. я так запуталась в мыслях в потоке чувств и суждений, что мне трудно ощущать это, хотя в душе я знаю, что мне повезло. Ты в потоке? Зачем же ты вошла в него, если не умеешь плавать? Лишь хорошие пловцы могут войти в реку и наслаждаться ей. Поэтому я советую тебе не входить в реку, если ты не умеешь плавать. Вначале научись плавать, и тогда ты не будешь бояться никаких рек. Учись плавать у тех, кто умеет это делать. постепенно с их поддержкой ты научишься этому. Затем ты сама будешь двигать руками и таким образом не утонешь. Движение руками это плавание. Только приложив собственные усилия, ты можешь стать плавчихой. Если ты не будешь делать усилия, ты пойдешь ко дну. Но ты также можешь воспользоваться глубиной реки и можешь просто лежать на воде, не двигая ни одной частью своего тела. Так что придерживайся общества мудрых, а не глупцов, которые не умеют плавать. Сейчас ты находишься здесь. Постепенно ты научишься тому, как можно плавать, не совершая усилий. Недавно я вернулась на запад, где со мной обращались как членом королевской семьи, куда бы я ни пошла. Но здесь волокнаук ко мне относится как к обычному человеку, а не как кому-то особенному. И это так. Здесь к тебе не относятся по-особому, потому что все такие же, как ты. Когда же ты уезжаешь отсюда, ты видишь, что к тебе относятся как к королеве, поскольку в Швеции они никогда не видели лица подобного твоему. Здесь все женщины королевы, но ты это понимаешь только тогда, когда уезжаешь. Это можно сравнить с подготовкой в колледжах таких специалистов, как, например, преподавателей. Они все одинаковые, никто не является особенным. Но когда они входят в свои классы в школах, все ученики проявляют по отношению к ним свое почтение. Чтобы быть королевой, чтобы быть красивой, загляни в свое «я». Глядя вовне, ты не можешь быть красивой. Чтобы быть красивой, ты должна смотреть внутрь. И твоя внутренняя красота будет сиять сквозь твои поры, притягивая тех, кто вокруг. Для меня такое счастье видеть вас вновь и находиться в вашем присутствии. Я очень рад приветствовать тебя. Я буду видеть тебя, но ты меня не увидишь. Что это за феномен? Обычно, если я вижу тебя, то и ты должен видеть меня. Но ты не видишь меня. Ты видишь лишь мое лицо. Мне не нужно этого. Ты должен видеть лишь то, что не может быть увидено. Тогда ты действительно увидишь меня, а я увижу тебя. Поцелуй свое собственное «я» и скажи мне, какой ты ощутил вкус. Чтобы описать этот поцелуй, ты можешь только подоить поцелуй. Его нельзя описать, поскольку он вне концепции ума. Этот поцелуй есть не ум, а для того, чтобы ощутить его вкус, необходимо отсутствие желаний. Так что не имей желаний, и ты ощутишь этот вкус. Вот как это происходит, когда ты свободен от желаний, появляется счастье. Попробуй прямо сейчас. Вот в чем заключается счастье. Я не могу даже выразить словами то, что вы нам дали. Зачастую люди злоупотребляют использованием слов. И они лишь портят человек. Ты должен говорить о бриллианде лишь тому, кто может оценить его, а не глупцам. Одна из тем, о которых я люблю говорить, это крикет. Я знаю, что вы любите крикет. Могли бы вы дать сатсан к об этом? Да, все приходит и уходит. Какая бы ни была лила, просто наслаждайся ею. Тогда это становится лилой. Если ты позволишь ей себя увлечь, то просто заблудишься в ней и потеряешься. Папа, я нахожусь здесь для того, чтобы получить шагтипат, или чтобы устранить свои сомнения, или же чтобы удовлетворить свой духовный голод. Скорее всего, ты здесь для того, чтобы устранить свои сомнения. А после того, как они будут устранены, я передаст тебе свою силу. И это называется шагтипат. И тебе следует не удовлетворять свой духовный аппетит, а жить, как сам дух, быть самим духом. У меня больше нет вопросов. Вопросы не возникают у двух категорий людей. К первой категории относятся мудрые люди. Им нечего спрашивать, так как находясь у себя дома, человек не может заблудиться. Другая категория это те, кто не знает, что есть нечто, о чем можно спросить. И так одни не имеют вопросов в силу своей мудрости и своего света, а некоторые просто не обладают знанием. Так что если вопросы возникают, не бойся и не смущайся, поскольку это хороший признак. Вся грязь, которая скопилась под поверхностью ума, поднимается, если ее расшевелить и выходит наружу в форме вопроса. Поэтому ты необходима задавать вопросы и не нужно стесняться. Когда все сомнения будут устранены, в зеркале своего ума ты увидишь отражение своего собственного «я». Тогда ты поймешь, что именно за этим ты и пришел сюда. Но ты не сможешь сделать это, когда поверхность неспокойна. Когда ты приходишь к учителю, ты обязан задать вопрос, потому что нет такого человека, который решил эту проблему. Все люди без исключения задаются вопросом «как быть счастливым?». Все от крестьянина до царя несчастны. Поэтому задай учителю вопрос «как быть спокойным? Как любить свое собственное «я» и всех остальных?» «Так же я прошу тебя задать такой вопрос «как пребывать в покое?» «Как-то я спросил вас, могли бы вы положить свои стопы мне на голову, как это делается в индийской традиции, но вы отказались». «Я не следую таким традициям». В такие традиции я не верю. Возможно, это символизировало устранение эго. Но стопы и голова никакого отношения к огне имеют. И то, и другое физический предмет. А это значит, что покой и любовь могут якобы исходить от физического. Но это не так. Именно твое эго ждет каких-то традиционных обрядов. Оно никогда не подчинится. «Ты думаешь, что эго растворится, если я помещу свою стопу тебе на голову?» Нет. Тогда зачем тратить время впустую? «Зачем просить, чтобы тебе на голову возложили стопу? Почему бы тебе сразу не броситься внутрь? Не жди». «Я была бы очень счастлива броситься внутрь?» «Нет, не говори, что ты была бы очень счастлива броситься внутрь. Просто сделай так. Счастье придет тогда, когда не будет больше эго. Однако планирование своего счастья относится к будущему. Твое было бы относится к будущему, и оно не давало тебе покоя долгое время. Пока твои волосы еще черные, бросайся внутрь. Не жди, когда они поседеют. меня куда-то непреодолимо тянет, душа тоскует. Как мне справиться с этим? Я очень переживаю из-за того, что мой муж оставил меня, и беспокоюсь за благополучие своей дочери. Ты оставила свой дом и приехала в Индию, но если ты не оставила дома своих отношений, твой он будет беспокоен, и твое пребывание здесь не принесет тебе пользы. Если ты наполовину здесь, а наполовину там, тебе потребуется много времени, чтобы достичь покоя. ты должна понять, что однажды тебе придется оставить все отношения со своим мужем и детьми. Если твой муж оставил тебя, ты должна быть благодарна и счастлива, ибо ты на опыте убедилась, что все отношения имеют начало и конец. Больше никакие другие отношения не одурачат тебя. Теперь тебе будет легче выйти за пределы отношений, туда, где все есть одно. Не могли бы вы посоветовать, какие книги мне лучше всего читать, чтобы мои размышления привели к медитации. Это очень хороший вопрос. Я приведу тебе один пример, и у тебя будет хорошая пища для медитации. Один человек пошел к царю и попросил у него каких-нибудь несвежих продуктов, объедков, оставшихся после трапезы. Царь тут же дал ему бриллиант, поскольку у царей нет подпорченных продуктов, так как ему подают все только самое лучшее. Он дал бедняку бриллиант, чтобы на выращенные за него деньги этот человек мог обеспечивать себя пропитанием всю свою жизнь. Ты есть этот проситель и никто больше. Ты хочешь научиться медитировать по книгам, но скажи мне, что происходит здесь сейчас на сатсанге с самого начала. Тебе не нужно читать книгу, чтобы пребывать в безмолве и медитировать. Да, папа Джи, настало время просто сидеть перед вами и наблюдать, как в этом пространстве Ананды ничего не происходит. Ты нашла своего друга, куим является Ананда. Невозможно описать, кто это такой, когда живешь вечно. Лишь пробудившись, ты узнаешь, кто спит рядом с тобой. Теперь ты знаешь, что он был твоим другом на протяжении множества поколений, хотя ты и не смотрела на него. Ты смотрела в другое место, и в этом заключается беда всех людей. Они смотрят не внутрь своего собственного «я», а ищут кого-то в других местах. поэтому у них и нет такого близкого друга, как Ананда. От многих людей я слышала, что наступающее лето будет очень жарким, но никто ни разу не сказал о том, какие чудесные эти сатсанги жарких дни. Вероятно, некоторым нравится оставаться здесь по той причине, что, пребывая на сатсанге, они не смотрят на то, что происходит вне сатсанга. Однажды в июне я тоже был на юге, в Тирова на Малае уару начал. Было очень жарко, около 46 градусов по Цельсию. Большинство людей убегали в Ути и другие горные лагеря. По-моему, именно майор Чадвик сказал Махарше, что все богатые люди отправились в горы, а те немногие, кто остался, слишком бедные и не могли себе этого позволить, поэтому они остались здесь с ним. Махарше сказал «Я тоже бедный человек и не могу отправиться в горное лагеря, но позвольте мне заметить, оставаться летом на сатсанге с учителем и есть тапос». И это еще не все. Задавайте вопросы, наши эксперты и постоянные зрители стараются отвечать на все комментарии. Также проверьте, не забыли ли подписаться и поставить колокольчик, чтобы получать оповещения о новых аудиокнигах и других полезных для саморазвития материалах, которые выходят у нас каждый день. Присоединяйтесь к дискуссиям, не забывайте про лайки, по возможности и вдохновению поддерживайте понравившихся авторов и развитие канала материально. Все ссылки, как всегда, будут в описании и первом комментарии. Всем добра, любви и мудрости. А сейчас переходите к просмотру следующей части данного видео по ссылкам ниже или выбирайте среди тех, которые увидите перед собой на экране. Субтитры сделал DimaTorzok